Уже давно в сети говорят, что Путин использует двойников, однако теперь это подтверждает и искусственный интеллект. В Японии провели исследования и определили, что существует несколько разных лиц, которые обычно воспринимают как российского президента. Искусственный интеллект распознавал лица, сравнивал голоса и телодвижения. Результаты поражают. Сложная технология распознавания лиц обнаружила, что Владимир Путин, инспектирующий Крымский мост 10 месяцев назад, лишь на 53% совпадает с присутствующим на Красной площади Путиным. Появление Путина на фронте в оккупированном Мариуполе в марте демонстрирует лишь 40% сходство с Путиным на Красной площади, говорится в анализе. Еще одним потрясающим выводом является то, что между Путиным на Крымском мосту и Путиным в Мариуполе есть лишь 18% сходство по распознаванию лиц. Анализ экспертов по распознаванию лиц штучного интеллекта четко демонстрирует высокую вероятность наличия по меньшей мере двух двойников, пишут в отчете. Настоящий Путин принимал ежегодный парад этого года ко Дню Победы на Красной площади 9 мая. При анализе голоса Путина для исследования выбрали слово «спасибо», которое бункерный маразматик постоянно вспоминает. Так вот, биометрия обнаружила, что голос Путина, выступавшим на Евразийском экономическом форуме в мае, считающийся настоящим диктатором, отличался от трех других выступлений Путина. Двойники были и на встрече Путина с китайским лидером Си Цзиньпинем, а также на переговорах с белорусским диктатором Александром Лукашенко. Алгоритмы зафиксировали 94% совпадение, что это один и тот же человек, но не тот Путин, которого искусственный интеллект считает настоящим. Кремль постоянно отрицает, что Путин использует дублера. И вот снова в очередной раз Дмитрий Песков опровергнул заявление существования двойников, мол, все это только информационная утка.